Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и конечно случайные зрители. Я искренне рад приветствовать вас на канале Пар. В этом видео речь пойдет о плавающем на поверхности воды растении, рязке малой. Если спросить у опытных аквариумистов нужна в аквариуме рязка или нет, вы услышите 100 ответов нет и столько же ответов да. Множество споров идет в социальных сетях и на форумах, но ключевым моментом является тот факт, что вреда рязка аквариуму точно не принесет. В любом случае, каждый аквариумист решает сам, нужна ему рязка или нет. Я лишь расскажу о своем опыте и о своем личном мнении в отношении рязки малой. Пожалуй, нужно начать с того, что рязка является самым настоящим растением и никак не водорослями. Хотя многие любители аквариумистики ее так обзывают. Это растение, которое не требует себе вообще никакого внимания. Оно не нуждается в уходе, подкормке, особом освещении и единственное, что ему нужно, это спокойная гладь воды. Допускается слабое течение. Рязку малую вряд ли вы найдете в продаже, хотя кто знает, возможно, кто-то и попытается ее продать. Но за счет того, что она встречается практически в каждом пруду, это факт. И ее можно без проблем и бесплатно собрать самому. Единственное, о чем стоит предупредить, не стоит ее сразу запускать в свой аквариум, дабы избежать болячек, который может принести рязка. Естественно, все, что погружается в аквариум, должно быть обработано. Как обрабатывать растение, уже много раз говорил в других видео. Это может быть и перекись водорода, и соль, и марганцовка, белизна и многое другое. Кто-то может сказать, что рязка малая в аквариуме смотрится некрасиво. Что ж, действительно, в некоторых аквариумах она смотрится как минимум странно. Но в других без нее просто не обойтись. Тут многое зависит от оформления. Если это псевдоморье, то, конечно, рязка не впишется. Однако, если это местный биотоп, то почему бы и нет. Рязка не просто добавит естественности аквариуму, но и проявит во всей красе свои полезные свойства. А их у рязки немало. Как правило, даже небольшое количество рязки достаточно быстро размножается и затягивает всю поверхность аквариума. Если в вашем аквариуме растут растения, которым необходимо интенсивное освещение, то рязку лучше не использовать вовсе или дозировать. Но бывают случаи, когда наоборот, в аквариуме растут растения, которым необходимо слабое освещение. Или аквариум видовой с сомиками, в котором нужен приглушенный свет. В таких случаях идеальным вариантом будет рязка малая. Это лишь малая часть различных полезностей малой рязки. Можно еще долго и много рассказывать о том, как ее успешно применяют при разведении петушков. Они из нее формируют гнездо. О том, что как и любое другое растение, рязка обогащает воду кислородом и поглощает вредные вещества. Нитраты, нитриты. О том, что многие рыбки используют рязку в пищу, но одни в сыром, а другие в высушенном виде. И многое-многое. Другое, что там говорить, рязку едят даже животные, а люди используют в лечебных целях. Кстати, есть аквариумисты, которые разводят рязку в отдельной таре. Так у меня знакомый держит золотых рыб. И рязка в аквариуме с золотыми рыбками не приживается вовсе. Они ее моментально съедают. По этой причине он выращивает рязку в тазике и периодически подкармливает своих золотушек. Вообще, для разведения рязки не нужно абсолютно ничего. Она все сделает сама и даже без удобрений. Многие не знают, куда ее девать, хотя ответ прост. Лишнюю рязку собирают с очком и смывают в унитаз. Но думаю, хватит ее хвалить. Нужно сказать и о минусах, которые никак не влияют на аквариум, но влияют на удобство обслуживания аквариума. Аквариума Рязка малая вездесуща. И опуская руку в аквариум для работы с растениями или чего-то еще, вы вытащите зеленую руку. Рязка покрывает кожу и убрать ее с кожи руками достаточно сложно и долгое дело. Проще ее смыть под краном. Сачок и прочий инвентарь обязательно будет в рязке. В аквариуме понижается уровень воды. Вода испаряется. И помимо белых полосок, к стеклу прилипает рязка. Также рязку можно встретить в фильтре. И все это, конечно, доставляет неудобства. В общем и целом, минусов, конечно, меньше, чем плюсов. Я лишь хочу сказать, что рязка малая не такое уж и плохое растение, как многие о нем говорят. Всему есть свое место. Пусть оно не так красиво, как другие растения, но с рязкой можно и нужно попробовать поработать каждому аквариумисту. На этом видео подошло к концу. Буду рад, если вы напишите о том, как вы используете рязку в своем аквариуме или почему ее не используете вовсе. Помните, что ваши комментарии помогают разобраться начинающим аквариумистам в нюансах этого непростого хобби. Удачи вам и вашим близким. И до скорой встречи в новых видео, только на канале Пар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok